Продолжение следует... Ну вот, дамы и господа, если мы живописью занимаемся, то у нас есть такая проблема часто, что мы пишем как бы дробно, и ничего с этим не сделаешь, если не изменить подход. А почему мы пишем дробно? Потому что мы делаем предварительный рисунок, ну и куда без рисунка, да? И когда мы делаем предварительный рисунок, мы начинаем по этому рисунку раскрашивать маленькие кусочки. И оно у нас целостную картину очень медленно складывается. С одной стороны это оправдано, а с другой стороны надо это иногда преодолевать тем, что делаешь сразу, пишешь от пятна крупно. Вот, и тогда как бы ты рисунок постепенно уточняешь. Вот, поэтому, значит, вначале надо сделать некую такую гармонь, что называется. Вот, то есть замешать некую такую, ну как бы бурду в центре палитры, которая, ну в каком смысле у нас будет символизировать, наверное, средний вообще тон для всей нашей постановки. В этот момент хорошо не, как бы, не, так сказать, не бояться использовать разные краски, потому что часто мы в своем подходе некоторым краскам, как бы, даже отказываем вправе в том, чтобы они могли бы в нашей работе проявиться. То есть мы их выдавливаем, и они у нас лежат. И непонятно для чего. Вот, получается, что нам надо некую среду сейчас задать. Сейчас вам покатить поуже, чтобы они не накатились. Некую среду, значит, лучше всего писать относительно густо, в смысле кровища. Ну так, чтобы удобно было наносить. Но в то же время не толстым слоем. Вот. Ну и пока мы до конца, как бы, не намешали нужный нам, как бы, более-менее колер, оттенок и даже некую гамму, то можно не все прокрашивать, а как бы пробовать так. Вот. Имеет, конечно, смысл начинать с фона, потому что фона все равно больше, как правило. Даже если голова будет очень крупная, фона все равно больше. Таким образом мы, как бы, сразу создаем вот ту среду, по отношению к которой мы потом делаем уже наш цвет, уже самого главного объекта. А, ну да, кстати, музыку, да, нам надо выключить, потому что нас забанят на YouTube. Вот. Ну и ладно. Некую такую среду мы задаем. Вот. Хорошо в этом смысле большая кисть, потому что она позволяет быстро и широко все решать. То есть тут надо ее... Не бояться нам большой кисточки. Вот. Ну, какой-то минимальный рисунок можно нам наносить. Вот. Параллельно пытаясь подобрать цвет. И, значит, соответственно, мы в целом не боимся смотреть крупнее. Не боимся смотреть крупно. Мужчина, что это случилось? Я уже что вообще заметил. Вот. Не боимся смотреть крупно. Здрасте. Здрасте. Так. Ну вот у нас свободно вот здесь вот присаживайтесь. Не боимся смотреть крупно. Вот. И особенно в тот момент, когда нас начинают тревожить всякие мысли. А как же вот этот маленький кусочек, который у меня не идеальный. Вот. И так далее. Наоборот, себя отрываем, заставляем себя смотреть как бы крупнее, сильнее. Вот. И по возможности цветнее. То есть нам надо крупно поделить на свет, на тень. Это как бы хорошо. Это выгодно. И для этого мы подсвечиваем. И поэтому крупно, как бы мы мыслим крупными пятнами светового и темного. И по возможности цветнее, потому что легко, занимаясь тоном, уйти в неинтересный, вообще просто перестать работать с цветом. Поэтому замес должен быть достаточно такой вот нахальный, смелый, в чем-то авантюрный такой. Ну, где-то светлее, еще светлее свет, соответственно, еще светлее. Но самые вот цвета можно, в принципе, не брать, а как бы оставить их на потом. Вот. Как бы взять цвета, допустим, крупный свет и тень, но цвета тоже делятся на участки. В целом мы это отражаем. Но вот самые-самые цвета, допустим, можно вначале не брать, но тем более, что они меньше по площади. Вот. Ну, и вот таким образом, как бы мы раскрываем большие пятна. Конечно, в этот момент параллельно мы их более-менее стараемся откорректировать по конфигурации, чтобы, ну, там не было каких-то вот хотя бы глобальных каких-то ошибок. Вот. Ну, вот так вот. Вот так вот смотрим, да. Так, шея тоже у нас здесь. То есть у нас есть некая такая грязюка, которая, ну, мы не можем сказать, что она одна вот для всей работы совсем, но тем не менее она во многом, как бы она во многом проявляется во всей работе. То есть, видите, мы от вот этого цвета фона плавно вот вышли на цвет лица, он все равно на себе какую-то вот печать этой среды, в которой все происходит, несет. Хотя мы можем это даже и не осознавать. Вот. И вот здесь надо полюбить вот этот этап, когда ты берешь как бы все довольно обобщенно. Вот. В этой обобщенности повазюкаться, как бы, поиграться, чтобы нравилось обобщать. Обобщенное брать, там немножко поменять там цвет, колорит. Вот. Общие пятна постараться взять. Причем хорошо, когда вот при этом очевиден контраст между светом и тенью. Это как бы неплохо. Вот. Это неплохо. Вот. Так что выигрыш не смотрится, да. Ну, надо посмотреть, нет, не надо еще где-то там подмазать. У краев, конечно, можно себе позволить там что-то, что-то не докрашивать. Ничего страшного. Ну, и получается, что есть некая такая гамма, как бы, можно сказать, в каком-то смысле слова, колорит, который все, как бы, объемлет собою, объединяет. Вот. Надо полюбить именно вот этот момент. То есть есть некая среда, представить, что тут некая дымка, знаете, вот, не знаю, вот, если кто-нибудь, можно вспомнить снегопад, допустим, да, или если когда-нибудь кто-нибудь был, когда-нибудь в жизни, вот, в деревообрабатывающем цеху, вот, чтобы туда зайти, там обычно такое висит. Ну, конечно, зависит от качества вентиляции, но тем не менее. Вот. Поэтому там, в частности, нельзя курить, потому что сразу будет взрыв. Вот. И вот там висит, как бы, некое такое облако. А, кстати, да. И когда перфоратором-то срубают какие-нибудь большие блоки, да, там тоже. Вот. И получается, что вот это и есть как раз нам иллюстрирует проблему как раз колорита. Вот. И далее мы должны тоже не стесняться работать и со средою тоже. Ну, мы одновременно и рисунок уточняем, но мы одновременно и цвет подмешиваем. То есть, получается, что мы хотим откорректировать цвет, ну, и тон, конечно. А когда мы его уже кладем в какие-то места, мы стараемся их еще класть по рисунку. Вот. Ну, вот бывает ситуация, когда, допустим, тон одинаковый где-то, да, совпадает у соседних объектов. Ничего страшного. Ну, зато мы можем дать больше разницу по цвету и будет прекрасный себе контраст. Хотя на черно-белом фото, например, это дело, оно как бы немножко сольется. Ну, и ничего. Вот. Значит, соответственно, вот сейчас тут немножко похолоднее. И когда красишь, очень хорошо кисточкой шевелить, тогда она выдает из своих недр разные вариации. Вот. Они, конечно, могут и быть совершенно не в тему. Вот. Ну, ничего, потом перекрасишь. Вот. Вот. Ну, у краев можно, конечно, в край, а можно и не докрашивать в этом. Как бы ничего такого криминального, как бы, нет для этюда. Ну, вот композиция у меня сползла, конечно, поэтому надо подумать, чего. Ну, и ничего, потом можно ответить. Вот. Значит, дальше. Надо вернуться к нашим основным пятнам. На лице. И посмотреть, чтобы они нас устраивали. Можно так вот быстро, если что, быстро откорректировать пальцами. Ну, большая кисть, в этом есть плюсы. То есть, имеет смысл немножко, как бы, потормозить на большой кисти. Как бы, с ней остаться. Чтобы мы крупно мыслили. Понимаете. Вот. А там, где не можешь попасть, ну, действовать уголочком. Ничего страшного. Ну, потом, конечно, мы перейдем на какую-то более среднюю. Но можно из большой выжать, на самом деле, побольше. Потому что тогда ты вынужден снова и снова отвечать себе на вопрос. А, собственно говоря, основная форма этих пятен, она какая-то. И, конечно, мы их неверно взяли сразу. Поэтому нам имеет смысл их немножко покорректировать. Вот. При этом можно по цвету немножко провокационно, как бы, действовать. Почему? Потому что, ну, понимаете, возможно, увидеть мир серым и скучным. Она всегда есть, но это не очень интересно для зрителя. То есть, будет не эмоционально. Поэтому надо действовать достаточно провокационно, но просто в меру. Чтобы не уйти, конечно, в сезонизм. Ну, по крайней мере, надо понять, конечно же, чего ты сам хочешь. Вот. Но если хочется просто какой-то более-менее хорошей, но цветастой джопси, то вот надо эту цветность ее преувеличивать немножечко. Вот. Там, конечно, возникает такое искушение брать готовые. Когда у тебя много чего на палитре. Если ему сильно поддастся, то можно все живо все гробить, потому что все станет одинаково. Поэтому надо все равно немножечко подмешивать. Вот. Ну, краплак такая интересная активная краска, но с ней надо аккуратно, потому что она, ну, в чистом виде, может быть, немного едкой. Такой, и поэтому надо смотреть, чтобы не переборщить тоже. Вот. Ну, вот у нас потихоньку какие-то основные пятна начинают складываться. Потом вот так вот. Раз, так. Здесь надо посмотреть. В принципе, когда вот большая какая-то масса цвета, да, то может показаться, что, ну, вот, это мне мешает. А на самом деле не совсем. Просто мы тот цвет, который мы добавляем, мы добавляем с запасом, чтобы как бы он смешался с тем, что есть, и как бы пережал ситуацию, передавил. Вот. И тогда, может быть, ничуть и ничего. А ты туда вплавляешь, и хорошо. Вот. И тут, конечно, надо смотреть, чтобы по рисунку сильно не накосячить. Вот. Ну, совсем не накосячить, конечно, сложно в этюде. Это такой момент. В общем, ну, ничего. Ну, хотя бы не сильно накосячить. И то будет в пользу. Вот. Тут надо себя отрывать от кусков, потому что начинается. Ой, у меня кусочек не похож. Вот я там сейчас зависну и буду там колупаться. До бесконечности. Нет. Надо себя заставить посмотреть целиком и сказать, а у тебя, возможно, рядом ошибки-то посильнее где-нибудь есть. Ты посмотри в целом на то, что происходит. Вот. И так вот себе заставляем себя по этой причине путешествовать по всей нашей работе. Чтобы мы смотрели на нее целостно. Это тогда хорошо. Вот. Тут где-то можно цвет так немножко преувеличивать, да? Цветность. Но когда начинаешь преувеличивать цветность, ты начинаешь и сам замечать цвета больше. Потому что иначе так можно, это самое, можно как бы и вообще все серым сделать. И думать, что так оно и есть. Вот. Дальше все равно нужно цвет все время менять, подмешивать. Потому что начинает казаться, ой, ну у меня очень хороший колер накидочки. Сейчас я его и туда добавлю, и сюда. И вся живопись сразу исчезнет. Поэтому надо смотреть, так сказать, чего подмешать, чего немножко поменять. Вот. Так. Ну вот сейчас нам надо посмотреть, значит, вот у нас по рисунку, как получается. Основные пятна. Основные пятна. Надо себе говорить, что форма, конечно, это хорошо. Но вообще-то все есть и набор пятен. Одновременно с этим. Тогда мы, наконец-то, начинаем их замечать. Вот. Ну вот. Наверное, как-то так. Так. Тут шею можем посветлее немножко сделать. Чуть-чуть. Ну вот видите, какая-то игра такая остается. В общем-то, это и для портрета нормально, но для YouTube как-то. Тем более. Можно где-то вплавить так. Ну, по сути, это такая штриховка все напоминает. Или тушевку. Вот. Где-то можно немножечко, чуть-чуть сделать поцветнее, поярче. Но, по сути, это уже путь к светам. Может быть, к светам. На кисточку попали белило. Вот. Путь к светам. Таким светлым местам. Ну и ничего. Вот. Ну так, чуть-чуть в начале так, может быть, даже немножко где-то приблизительно. Вот. Но может уже приблизиться такой момент, когда придется нам вытирать кисточку. Вот. Он почти что неизбежен. Ну, что делать? Вот мы кисточку вытерли. Вот. После этого нам можем ее даже и помыть. Даже можем помыть. Вот. Но в этот момент возникает мысль. Ух, я сейчас как пропишу всякие мелочи. Надо себе сказать. Да. Конечно. Но давай мы еще раз посмотрим на основные пятна. Нет ли чего, что можно поправить как-то еще последний разочек крупно. А то мало ли, может, что-то не там. Ну и уголочком можно же действовать кисточку. То есть, в принципе, уголочком кисточки довольно прикольно работать по-своему. Вот. Так. Ну вот. Сейчас. Так. Здесь у нас вот волосы. Надо их нам показать. Ну и, конечно, получается так, что вот плоская кисть в силу своей квадратности, да, она, если она квадратного типа такого, не закругленная, плоская, да, бывает и плоская, но с круглым как бы сечением, с таким вот абрисом. А вот квадратная, она заставляет нас мыслить вот таким образом. То есть, искать, а где, собственно говоря, характерные вот эти вот такие плашечки, что ли, да. Это тоже, в общем, по-своему прикольно. И в стилевом отношении, и в плане мышления, как бы, да. Вот. Ну вот, получается, что где-то мы можем что-то где-то подзажечь. Так, по-светнее. Вот. А теперь надо посмотреть, что у нас света еще и не деланы совсем. Такие светлые света, совсем света. И поэтому можно их сейчас немножечко поделать. Конечно, в этот момент надо посмотреть, чтобы у нас кисточка была более-менее помыта. Какая-то доля грязи на ней может быть и хороша, но в меру. Потому что иначе мы, как бы, ну, тот же самый цвет будет, который перед этим. Нам надо немножко от него оторваться. Вот. И, соответственно, вот мы берем побольше белье. По сути, берем красную и желтую. Вот. И пробуем. Вот у нас как раз света. Хорошо. Ну, чуть-чуть они не допромешаны. Ну, можно допромешать, а можно, в общем-то, и так тут, в принципе, вмешиваться, как бы, вот, в процессе. Единственное, что надо смотреть, а какие из них самые светлые должны быть цвета, да? Чтобы не получилось, что мы их перепутали как-то там. Вот. Ну, вот на носу где-то посветлее надо немножечко нам сделать. Вот. Ну, может быть, даже потом еще попробовать посветлее. Вот. Где-то здесь. То есть, плоскости, которые обращены кверху, ну, желательно это на основе натуры смотреть. Вот. При этом надо смотреть, чтобы какие-то света не были перетемнены. Вот, допустим, света, которые внизу лица, они хоть и света, но они не такие света, как наверху лица. Они все-таки более, так сказать, темные, как правило. Вот. Ну, вот, получается, что основные у нас какие-то пятые потихонечку возникают. Здесь. Так. И. Может быть, сейчас чуть-чуть вот еще. Желтенькой. В какой-то момент, возможно, даже и надо смотреть там. Иногда может и чистить, почистить. А может быть и ничего. Вот. А ну, в принципе, место же есть, значит, как бы. А вот эти потом куда? А эти потом можно, допустим, на какую-нибудь там картоночку акриловую, которая такая тянущая. И лишний грунт не помешает. Тоже. Ну, вот сейчас у нас момент, когда должны конкретные пятна появляться уже. Конечно, мы здесь видим кучу ошибок, но это не повод, чтобы переходить сразу к мелкой кисточке и все прописывать. Может быть, повозюкаться еще большой и попытаться что-то откорректировать немножечко. В этот момент, когда тонет, допустим, такое, ты что-то вносишь, что-то, оно как бы тонет в том, что уже было и ничего не меняется. Ну, просто передавливаешь количеством краски. Ну, конечно, работа становится более толстой. Ну, ничего. Зато у мазков тоже, может быть, фактура возникает. То есть, в этом как бы не такой уж минус. Но если хочется тонкую, то, конечно, можно проскабливать мастихином. Так. Ну, вот она здесь свет. На носу свет, надо его, наверное, показать немножко. Здесь, может быть, чуть так немножко тоже свет. Ну, дальше уже возникает момент, когда у нас работа толстой кисточкой практически исчерпана. Вот, в этот момент желательно ее помыть, потому что возникает она такая мысль, что я потом когда-нибудь помою кисточки. Но потом можно забыть, и она, конечно, твердеет. Ну, а если она, допустим, затвердила, то тогда мы ее ставим в баночку с разбавителем, пока она не размякнет. А потом уже моем, намыливаем, и можем оставлять. Намыливаем, оставляем. Постепенно мыло тоже она все как бы убирает. Так, дальше мы берем с вами кисточку поменьше. Вот, в принципе, как бы все хороши по-своему. Может быть, даже и тонкую. Например, там рисунок поправили. Вот, и смотрим, чего же мы наделали по рисунку. И что надо спасать. Вот, и дальше мы основные пятна смотрим какие-то. Но только тут не надо зависать на выделывании, прям вот вылизывании. Надо просто что-то такое обозначить. И желательно не привязываться ни к какому месту, а путешествовать по всей работе. Потому что тут начинается желание сделать какое-то место идеально, но оно совершенно нам не нужное. Кроплак очень хорош, но, конечно, надо с ним осторожны, потому что, видите, какой он активный. Вот, а чем же он хорош? А он хорош тем, что получается, что мы можем за счет кроплака сделать тени активными. То есть, если хоть немножко ты в тенях, ты можешь себе представить, что там может быть что-то теплое. Особенно в очень темных местах. Ну, туда махануть кроплака, и вот сразу оно такое живенькое. Ну, с другой стороны, он довольно редкий. То есть, надо вот так вот смотреть. Но на переднем плане, может быть, и ничего он так вытаскивает. Но тоже в меру. Если все закроплачет, то, конечно, он очень... Так, ну, можно даже и глаза. Ну, видите, что такое глаза? Видите, мы ими не занимались. Мы их не рисовали как контуры. Но все равно ощущение есть, что взгляд. Почему? Потому что просто вот набор пятен. То есть, собственно, даже просто вот если мы даем здесь светлее, здесь темнее, то возникает ощущение такого вот задумчивого как бы взгляда. Как на обрубовке. То есть, если мы посмотрим на обрубовку, кажется, что она смотрит. А ведь там вообще глаз нет. То есть, там только плоскости, которые, правда, создают определенную светотень. Вот. Ну, и дальше можно... Тут немножко надо смотреть. Понимаете, когда мы рисуем глаза, мы не должны рисовать там... О, зрачок. О, радужка. Сейчас я ее нарисую. Нет. Надо себе сказать. Ты посмотри набор пятен каких. Постарайся их более-менее взять адекватно, эти пятна. И не торопись. Вот. С одной стороны, конечно, понятно, что сразу сделаешь зрачки, сразу прикольно, что вот типа вот живое, да? Но дальше все равно надо тогда себя после этого спросить. Какой набор пятен? Какой? Вот. Во всяком случае, не заниматься выведением там, так сказать, контура глаза, да? Потому что мы его, по сути, и не видим. То есть, надо себя спросить, а что же я вижу на самом деле? И вот это и делаешь. Вот. И вот видите, что когда мы просто передаем те пятна, которые есть, то у нас возникает ощущение взгляда, настроения, состояния и так далее. Хотя мы не обводили контур глаза там и так далее. Вот. Ну, и получается так, что вот за счет того, что там какая-то масса уже налеплена, тот цвет, который мы добавляем, он как бы вплавляется. И таким образом он дозируется. Насколько он будет активно там. Ты так трогаешь, понравилось, ну, можно мазануть уже как следует. Вот. Возникает в этот момент желание одним и тем же цветом все провести. Надо с этим бороться, потому что, ну, все-таки он разный. Вот. Так, ну, тут у нас дырочка. В принципе, конечно, можно не закрашивать, но можно покрасить. Вот есть нижняя губа, она обычно на свету, а под ней тень. Ну, иногда еще на, как бы, на краю делают там тоже такое, ну, такое потемнение. Но мы его там особо сейчас не видим. Ну, вот так вот. Вот. Ну, конечно, есть такая вещь, как уголочки рта. Вот. И их можно делать, потому что от них, в общем-то, ну, во многом все естественнее смотрится. И настроение какое-то сразу. То есть. Вот. Ну, надо смотреть, чтобы хотя бы там сильно как-то не накосячить по рисунку. Вот. И, наверное, можно посмотреть, как нам оторвать подбородок от шеи, да. Потому что, как бы, они же одного тона, лицо снизу уже почти такого же тона, как шея. И у нас есть, конечно, такой вот момент от рисунка, от формы. Там, давай, теряемый яркий рефлекс, там, подконторивать. Но в жизни нет этого ничего. Там все очень мягко. Но все-таки немножко какую-то разницу, ну, вот, желательно, наверное, да, что-то так вот оторвать. Вот. Может быть, здесь где-то подчеркнуть. То есть, смотрите, вот мы можем подчеркивать форму, давая чуть-чуть сильнее контраст. Но в меру, да. То есть, если мы хотим, чтобы был реализм, то это можно делать в меру, как бы, да. Ну, собственно говоря, вот такой портрет, как бы, от пятна. Вот, спасибо вам за внимание. Скорее, этюд. Вот, хотелось что сказать в этой вещи, что мы часто работаем дробно очень. И поэтому получается так, что мы, ну, мы сделали рисунок, и давай раскрашивать по мелочам. Ну, тогда хорошо, если был эскизик маленький, хотя бы в тоне или в цвете. Но иногда надо с этим процессом как-то что-то делать. И таким образом писать просто от больших пятен, не боясь за рисунок, постепенно его выводить. Когда ты пишешь от большого, ты сразу работаешь целостно. И этот опыт, он нам полезен. Вот. Спасибо. Спасибо.